РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Светлый вечер на Радио Вера. Здравствуйте. Сегодня пятница, и поэтому у нас у Аллы Митрофановой, у Алексея Пичугина в программе Светлый вечер, в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала ФОМА. Добрый вечер. НАШЕ ДОСЬЕ Владимир Легойда. Родился в Кустаная в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах. Кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского Патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала ФОМА. Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы не можем не начать с темы гибели детей. Вот уже прошла почти неделя, 9 дней будет в грядущее воскресенье. Но, тем не менее, все это как-то очень остро переживается и потому что дети, потому что столько детей погибло, и давно такого не было. Ну, дай Бог, конечно, чтобы больше не происходило. Но, тем не менее, стейший патриарх высказывал, выражал соболезнования, и представители карельского духовенства тоже говорили, причем очень правильные слова, как мне кажется. Очень правильно, мне кажется, высказывание Игумена Силана Николаева, который благочинный как раз того округа, где это все случилось, он сказал, «В нас надо выжечь до пепла упование на авось». Мне кажется, это упование на авось очень часто нас подводит и приводит к таким трагедиям. Как вы думаете? Ну, вы знаете, это, мне кажется, та ситуация, когда любое слово, оно, наверное, я и не имею в виду сейчас, конечно, высказывание, которое вы привели, но все равно любое слово, оно легковесно, наверное, недостаточно перед трагедией, которая произошла. Вот, и сложно сказать, я просто не знаю, что там на самом деле случилось, какие-то отчасти противоречивая была информация, но понятно, что люди, которые работают, ну, вообще люди, которые работают с людьми, простите, а тем более с детьми, ну, там какая-то должна быть высочайшая степень ответственности. Вот, и это вообще, с одной стороны, очень важно, ответственность вообще за все то, что ты делаешь, там говоришь, а с другой стороны, это то, чего как-то, наверное, всегда не хватает, и мне кажется, что для христианина это вот совершенно такой однозначная евангельская установка на ответственность вообще за слова, поступки, там, вот, за других людей, если ты уж, коль скоро ты берешь на себя, вот, какие-то обязательства. Ну, а так тут... Ну, тут к соболезнованию можно еще раз высказать. Ну, да, как говорил отец Александр Ильичининов, как утешить плачущих, плакать вместе с ними, это вот тот самый случай, мне кажется. Глубокие соболезнования, конечно, всем, кого это коснулось, и не дай бог, чтобы повторялись действительно такие вещи. Владимир Романович, а вот вы говорите про ответственность, но часто же бывает, что вроде бы есть это максимум в нашем сознании, про ответственность и все такое, а при этом как-то работает этот механизм, который называется авось, и все равно мы допускаем какие-то оплошности, которые потом приводят к тому, что, ой, оказывается, можно было это предусмотреть. Ну, а что это за механизм? Вы не думали никогда на эту тему? Ведь это же даже называют нашей какой-то национальной чертой, что ли. Ну, да. Над этим иногда невольно, так сказать, потешаются и так далее. Но мне кажется, что национальная черта, ну, это такая сложная тема, и легко очень можно тут по-разному это все интерпретировать, или приводить совершенно разные примеры, когда там, наоборот, русский авось какие-то положительные результаты давал. Ну, чаще всего, конечно, это скорее негативная вещь. Ну, я не думаю, что это можно назвать механизмом каким-то, тем более работающим, скорее неработающим. Но мне кажется, что вот в таких случаях, ну, это просто, не знаю, оно может быть немножко казенно звучит, вот слово «безответственность», но оно очень точное. То есть человек, ну, просто не понимает степени важности, там, ситуации, там, еще чего-то, да, и по тем или иным причинам вот этой ответственности, ну, просто ее на себя не берет, ее не несет и так далее. Не знаю, это вот, может быть, я не прав, но вот я даже как-то с трудом подбираю слова здесь, потому что здесь та самая ситуация, когда вот вроде бы все очевидно, но говорить очень тяжело. Про это, про все. Бывает, знаете, бывают ситуации, вот у меня недавно друг сказал, тоже просил молитву, дочь поехала на экскурсию, выпала из окна, там, перелом основания черепа и так далее. Жива. Жива, да, слава богу. Ну, вот это бывают такие ситуации, когда и вроде, я не знаю, там, просто не имел возможности с ним поговорить подробно, но вроде бы никто не виноват, то есть есть вещи, от которых не застрахуешься, да. Вот, ну, а вот то, что я видел по поводу этой ситуации, по поводу комментариев, да, что соотношение взрослых и детей недопустимое, да, там и прочее, и прочее. Потом, мне кажется, вы знаете, что вот люди, ну, в таких случаях, там, я не знаю, там, вода, там, я не знаю, еще что-то, люди должны очень четко понимать риски, да, и здесь даже при правильном соотношении детей и взрослых, ну, нельзя просто какие-то вещи делать. Сейчас, вот я смотрю, в социальных сетях все стали сразу вспоминать насмешки над пионерлагерями вот в этой части в советское время, да, якобы перестраховка, но оказывается, что, знаете, как кто-то хорошо как-то сказал, что можно, конечно, там, потешаться над правилами дорожного движения, но там каждая строчка написана кровью. — Так получается, что у нас в советское время пионерлагерей было такое количество, в каждом районе небольшого областного центра был один-два пионерлагеря, соответственно, и специалистов высокого уровня было очень много. — Ну, я не знаю, я, конечно, в детстве бывал в пионерлагерях, я не считаю себя при этом специалистом, я не знаю, как там у нас все было. — Нет, я не про пионеров, а про тех, кто с ними работает. — Я понимаю, но я и говорю, что я не являюсь специалистом. — Я думаю, что разные там были специалисты. — Да, потом мы бегали, прыгали, помню, и ночью там когда-то убегали, и, в общем, никакие специалисты никакого уровня нас как-то не могли, так сказать, остановить. — Обуздать. — Мы там в полюс уходили, до чего могли доходиться, тоже бог знает. Вот, поэтому по-разному. Но тут-то ведь ситуация немножко другая, здесь, я так понимаю, что некие сознательные вполне действия, да, связанные со стихией, которая, ну, всегда таит в себе какие-то опасности, вот, и бывают ситуации неожиданные, а здесь-то я так... Опять же, ну, это надо вот знать, конечно, тут, чтобы тоже никого, так сказать, не винить. Но потом я так понимаю, что если это ситуация, которая изначально была опасной, это люди ведь и своей жизнью тоже рисковали, взрослые, я имею в виду. То есть тут, видимо, какая-то, ну, какое-то вот тотальное, сейчас вот модное слово, адекватность, неадекватность, да, какая-то вот сугубая профессиональная неадекватность. — Я вот тут незадолго до нашей с вами передачи в интернете увидел сообщение о том, что мальчик из числа погибших детей сумел, когда эта лодка переворачивалась, дозвониться по 112 до экстренных служб, объяснил всю ситуацию, ну, как мог, вот, в режиме трагедии. Ему сказали, мальчик, отстань, не балуйся, и он утонул, и они все утонули. — Ну, если эта информация соответствует действительности, ну, это вот, видите, это еще один вопрос. Мне кажется, что человек, который сидит на трубке на телефоне, с чем бы он ни сталкивался, но он не имеет права на вот такие ответы. То есть каждый звонок должен проверяться, да, вот, смотрите, сколько мы получаем вот информации о том, что вот в таком, там, получена там информация, там, заложенная бомбе, там, звонок, да, и в большинстве случаев, ну, потому что на самом деле обычно, когда информация достоверна, она обычно по оперативным каналам, и никто не предупреждает, да, как правило, мы потом встречаем, что вот, оказалось, там, вызов оказался ложным, там, не подтвердился и так далее, но люди же реагируют, здание эвакуирует, и никто не говорит ха-ха-ха, дурачки, что они сделали. — Не будет мальчика с овцами. — Да, потому что с этим не шутят. Поэтому, конечно, если вот этот звонок подтвердится, мне кажется, что это предмет, основание для служебного расследования. — Ну, тут что? — Хотя, наверное, там есть тоже хулиганы какие-то, ну, пусть тогда работают службы соответствующие, вычисляют этих хулиганов и делают так, чтобы у них охота пропала заниматься хулиганством. Но не реагировать человек не имеет права, он для того на этом телефоне сидит. А как он определяет, по голосу, что ли, там, шутит человек или не шутит? — Ну, можно же определить местоположение человека, который звонит с конкретно... — Ну, я не знаю тут, насколько это быстро можно, там... — Это можно сделать мгновенно, и специальные службы делают это блестяще в тех ситуациях, когда это нужно. — Я не знаю, насколько оператор на телефоне может быстро проверить местоположение человека звонящего, ну, там, бог его знает, но в любом случае, конечно, недопустимо. — Вы знаете, когда происходит трагедия, мы с вами периодически их обсуждаем в эфире, часто приходится задавать этот вопрос, но аудитория тоже меняется, и не могу не спросить. К священникам в храмы приходят люди, родственники погибших, в данном случае погибших детей, знакомые со своей болью к священнику и спрашивают, а что делать, а как, а почему? Вот что в таких случаях должны им отвечать в церкви? — Ну, вы знаете, я вообще не считаю себя человеком, находящимся в положении того, который сейчас вот скажет, вот в церкви должны отвечать следующее, во-первых. Во-вторых, я вообще не думаю, что здесь есть какой-то универсальный... — Универсальная формула, да, универсальный ответ. А в принципе, то, что универсально, мне кажется, я об этом сегодня уже вспомнил. Это, по-моему, известный священник Александр Ельченинов сказал в своё время, в своих дневниках он написал, что как утешить плачущих, плакать вместе с ними. И мне кажется, что бывают ситуации, когда... Ну, вы знаете, когда у нас что-то там случается, или у наших друзей мы встречаемся, конечно, там кто-то говорит слова, но обычно не слова, а присутствие человека и понимание того, что он разделяет твою боль. Это тоже, в общем, очень сложно, с одной стороны, действительно разделить боль другого человека, с другой стороны, это очень нужно тому, вот у кого болит, и ты как бы принимаешь это на себя. Вот, и мне кажется, что это, конечно, пастырский такой... Ну, пастырская неизбежность в жизни пастыря. Он всегда принимает это на себя и так или иначе пропускает это через сердце. И, в общем-то, в каком-то смысле и каждую исповедь человеческую, а в каком-то смысле вот любое человеческое горе. И я думаю, что здесь, конечно, это, кстати сказать, к вопросу об ответственности, это высочайшая ответственность пастыря. Потому что вот в жизни может быть всё, что угодно, и, наверное, и по телефону там службы экстренные могут что-то не то сказать и так далее. Конечно, все люди, мы там говорим, и в церкви тоже все люди, и священники разные люди, но, конечно, вот человек, на которого епископ возлагает руки и призывает Святого Духа во время таинства рукоположения священства, конечно, он не имеет права, к сожалению, для него... Ну, не только к сожалению, но он не имеет права на чужую боль отреагировать реагировать, ну, как-то вот, что называется, прохладно, да, или тем, что вот там... На ходу. На ходу, да, да, вот походя. Вообще вот я часто об этом говорю, что у нас многие вещи делаются походя, там мы какие-то суждения выносим, кого-то обижаем походя, не задумываясь и так далее. А вот здесь вот эта вот походя, конечно, нельзя. И вот если к тебе пришёл человек, что это всё, вот он, ты всё бросил, и занимаешься этим человеком, и его боль... Это, конечно, такое вот служение на износ, потому что это рубец на сердце после каждой такой встречи, но здесь нет выхода, потому что у тебя рубец, а человек пришёл с разорванным сердцем к тебе. И это очень... Это, знаете, это для меня ещё... Уж простите, это, конечно, другая тема, но мне кажется, это ещё и для нас должно быть, вот для, я имею в виду, мирян, для людей, которые приходят к священникам, понимание вот этой миссии священника и отношения к священнику. Потому что, конечно, вот пастырь, он всё это и носит в своём сердце, и, опять же, при том понимании, что все люди разные, бывают в разной ситуации, но к нему, как минимум, приходят намного больше, чем кому бы то ни было ещё. Но он на передовой в этом смысле, это правда, принимает на себя. И это, конечно... Но поэтому у него нет и возможности, как на передовую отправлять самых обученных, самых подготовленных, так и на духовной передовой эти люди, которые это должны делать сознательно, и, конечно, они должны максимально стараться человека... Причём, вы знаете, это ведь выражаться может по-разному, да? Это проявляться, вот это вот сопереживание, это зависит от человека, который пришёл от ситуации, от пастырского опыта, его видения того, от молитвы пастыря, в первую, может быть, очередь, которому Бог просто подскажет, подскажет, как себя нужно вести и что нужно, как нужно попытаться помочь этому человеку. Это могут быть самые разные вещи, но это очень-очень, очень важно, конечно. Владимир Легоида, председатель Синодального отдела о взаимоотношениях церкви с обществом и СМИ сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Владимир Романович, на другую тему тоже хотелось бы очень с вами поговорить. Собор, который сейчас проходит на Крите, в котором не участвует русская православная церковь. Вы впервые в нашей студии с того момента, как он начал свою работу, поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня уделили немного внимания тем вопросам, которые многих в России беспокоят. К примеру, вопрос, если на соборе будут приняты какие-то решения, под которыми не стоит подписи представителей Русской Православной Церкви, будут ли они обязательно для исполнения здесь у нас? Ну, во-первых, я хотел бы напомнить нашим уважаемым слушателям, что в соборе на Крите не принимает участие не только русская православная церковь, но и грузинская, и антиохийская, и болгарская православная церкви. То есть из 14 общепризнанных православных церквей 4 не смогли принять участие, решили не принимать участие в соборе по определенным сходным причинам. А мы же даже и собором его не называем здесь, в России, по крайней мере. Ну, мы не можем это назвать всеправославным собором. Это можно... У нас сейчас мы как бы не определялись официально по поводу статуса. А, не определялись? Критский форум, я слышал. Мероприятие. Ну, скорее такое некое межправославное совещание, да, можно назвать. Потому что очень сложно, конечно, это точно не всеправославный собор, потому что здесь, повторяю, много раз уже эту аналогию проводил, но это не ситуация с оптимистом и пессимистом, который... Один из которых считает, что стакан наполовину пуст, а другой, что он наполовину полон. Здесь ситуация очень простая. Если участвуют все церкви, значит, это всеправославный собор. Если не все, значит, не всеправославный. И здесь третьего не дано. Поскольку четыре церкви не участвуют, он не всеправославный, поэтому вопрос статуса, он, безусловно, встает. Теперь вот к вашему... Непосредственно к той теме, которую вы затронули, обязательность принятых решений. Ну, я бы вот с чего начал. Вот с такого аспекта этой темы. Во-первых, надо дождаться того, какие решения будут приняты. Если собор пройдет, или встреча эта пройдет в рамках определенного регламента, определенного, в смысле того, который был определен... На предсоборном совещании, там же на Крите за некоторое время... Ну, в Шембези, я бы сказал. А, в Шембези, простите, в Шембези. В январе, да, регламент. Но, опять же, хочу обратить ваше внимание, когда сегодня говорят, что, да, конечно, собор созывается согласно регламенту константинопольским патриархам с согласием всех предстоятелей других церквей, поскольку в январе это решение было принято, то какая бы церковь, что бы потом не решала право, и сказать, факт созыва собора есть, это не соответствует действительности, поскольку в январе в Шембези антиохийская церковь не подписала ни один документ. То есть не только проекты документов, которые выносятся, но не подписала и решение вот этого синоксиса, собрания представителей церкви в Шембези о созыве собора. Напомните, пожалуйста, почему? В первую очередь, из-за неурегулированной ситуации с Иерусалимской церковью по поводу юрисдикции в Катаре. Отдельная, так сказать, сложная и большая тема, но факт остается фактом. Я даже вынужден был опубликовать у себя в Фейсбуке фотографию двух вариантов подписи, потому что там на всех языках официальных подписывалось собора, точнее, междуцерковное взаимодействие. Там представителям антиохийского патриархата написано, что мы свои подписи не ставим, мы не согласовываем этот документ. Но, тем не менее, эти документы собирались выносить на обсуждение. Документы собирались выносить и собор собирались проводить, а, видите, здесь церквей поехало. Но позиция нашей церкви и многих других церквей заключалась в следующем, что с января по июнь вот за это время нужно этот вопрос урегулировать. И на всех встречах, во время всех контактов межправославных наших русская православная церковь последовательно отставила позицию о необходимости разрешения вопроса этого. Но он, к сожалению, не был разрешен. И, как мы с вами знаем, другие церкви тоже стали задавать. То есть не только не разрешился вопрос с антиохийской церковью, но и стали задавать вопросы другие церкви. Поэтому, если вот в этой части, собравшиеся на Крите, будут следовать регламенту, то регламент говорит следующее. Никакие вопросы не могут быть вынесены на собор, кроме тех, которые были согласованы. Согласованы несколько документов. Шесть документов, проекты которых предварительно согласованы. Значит, как могут развиваться события? То есть гипотетически они могут вынести какие-то другие темы? Ну, если они решат нарушить регламент, то да. Хотя комментарии, которые звучали уже от представителей Константинополя, что в связи с обращением вот этим вот трагикомическим Рады. Ну, мы, собственно, к этому, да, и ведем. Да. Были комментарии, что, конечно, на соборе не будут рассматриваться. И я думаю, что, конечно, ну, это совершенно очевидно. И комментарии эти правильные, спокойные, и справедливые. Надо, наверное, напомнить слушателям, о чем было это обращение. Да, давайте мы к этому сейчас вопросу вернемся. Ну, да, хорошо. Пора, пора, я здесь просто говорю. Соответственно, если все в рамках регламента принятого, хотя мы уже считаем, да, что здесь нарушение регламента есть, поскольку проходит собор, не являющийся таковым, то они, значит, рассмотрят эти проекты документов и их примут. Конечно, неизбежно вы правы, собственно, в этом был ваш вопрос. Простите за длинный ответ, но он, к сожалению, по-другому не получается. Встанет вопрос о признании этих документов всей полнотой православной церкви. У нас, вот, собственно, с 61-го года, с начала более-менее активной фазы подготовки к собору Константинопольский патриархат в своё время предложил принцип единогласия при решении всех вопросов или консенсуса. Этот принцип всегда нашей церкви поддерживался, который, он заключается, понятно, сказать, следующим, что идёт не голосование, и решение принимается не большинством голосов, да, а необходимо согласие всех церквей по любому решению, если хотя бы одна церковь не согласна, значит, решение не принимается. Соответственно, у нас четыре церкви отсутствуют. Как можно называть консенсусом, даже, допустим, если будет единогласие десяти церквей при отсутствии четырёх, при отсутствии кворума, скажем так, да, это, мне кажется, что, конечно, совершенно очевидно, что априори не может быть общеправославного, всеправославного консенсуса. Вот, поэтому статус документов, он, конечно, под большим вопросом сейчас. И звучали разные комментарии, в том числе и такие, что вот, ну, приехали, не приехали, дело тех, кто не приехал, но вот то, что будет принято, будет иметь общеобязательный характер. Это, конечно, с этим сложно согласиться, во-первых, потому что я уже сказал, во-вторых, почему ещё, чем ещё осложняется ситуация? Тем, что у всех церквей, у многих церквей, а уж у тех, кто не поехал совершенно точно, были свои замечания к документам. Ну, и у грузинской церкви, и у болгарской церкви, и у нашей церкви были. И у сербов были, но они всё-таки не поехали. Вот, хотя они как бы так высказались о том, что статус они не готовы полноценно признать, как все православные соборы. То есть, видите, даже у участвующих церквей получается разное понимание, в чём они участвуют. Тоже такая сложная ситуация. Так вот, соответственно, у нас есть свои замечания, и мы, то есть, у нас получается, во-первых, без нас рассматривают, во-вторых, если, скажем, те замечания, которые нами были направлены, вот они не будут учтены, но это, конечно, уже избыточная причина, но она ещё одна, которая осложняет нам признание документов. Более того, ведь существует ещё понятие такой общей церковной рецепции, то есть, реагирование вот церкви, верующих людей, там, не знаю, богословов, неважно, точнее, важно, но вот всех, на те или иные решения священноначали. И здесь это вопрос неколичественный, но отношение, которое позволяет определить истину. Почему, вот скажем, проекты документов, когда они в январе были представлены и в общем согласованы в целом, и помните, наш архиерийский собор в феврале сказал, что они не содержат в себе отклонения от догматического учения церкви и так далее. Но почему святейший патриарх Кирилл и наша делегация в январе в Шембези настояла на том, чтобы их опубликовать? Для того, чтобы люди могли ознакомиться и высказать свое мнение. И мы видим, что вот в том виде, в котором они были приняты, эти проекты, вот рецепции в нашей церкви не получилось, в общецерковной. Были замечания, мы их, так сказать, суммировали и отправили в Константинопольский патриархат. Поэтому, конечно, я сейчас не готов выносить какое-то официальное решение, нам в любом случае дождаться, какие решения будут приняты. Но я не исключаю, что, конечно, потребуется официальное церковное отношение по этому поводу, к статусу этих документов, к характеру этих документов, к содержанию, в смысле. Но это, видимо, будет решать, так предположу, что, конечно, Синод. Вадимир Иванович, вы меня простите за этот наивный вопрос, но а может быть стоило поехать? Потому что ведь эта возможность поговорить, услышать друг друга и попытаться договориться на месте, выстроить переговоры какие-то. Мы ведь не находимся в ситуации, когда у нас отсутствует взаимодействие межцерковное. И я уже говорил, мне кажется, я вам благодарен за этот, как вы сказали, наивный вопрос, потому что, мне кажется, он очень важен вот в каком смысле. Сейчас некоторые коллеги, которые стремятся, может быть, забыть известный академический принцип, останавливаться в шаге от обобщений и от категорических суждений, вот уже сказали, что вот мы наблюдаем крушение соборности. Посмотрите, никакой соборности, все это ерунда, не могут договориться и так далее. На самом деле, с одной стороны, взаимодействия, там, двусторонние православные отношения, многосторонние, они существуют, конечно, и вся подготовка к собору есть не что иное, как пример этих отношений. Но и, так скажем, соборность проявляется вот в этом взаимодействии. А собор всеправославный, это вот как бы, ну, если хотите, высшая точка. Но она не только высшая, она еще и самая сложная. Точка, в которой церкви не сходились много столетий. Поэтому вполне возможно, вот я лично не исключаю, что там недостаточно, то есть не то, что недостаточно тщательно подготовлено, это я не то, что не исключаю, в этом я убежден, но я не исключаю, что, может быть, требуется больше времени. Поэтому здесь, отвечая на ваш вопрос, переговоры-то ведутся, и тот факт, что мы не поехали, он не означает, что мы, русская церковь или другие церкви, закрываются от возможностей и необходимости диалога. Вспомните, пожалуйста, что накануне открытия синоксиса, то есть вот предсоборной встречи, как она должна была называться, сейчас сложно считать это общеправославным синоксисом, поскольку отсутствовали четыре церкви, но патриарх Кирилл направил послание тем, кто собрался на Крите, очень важное послание, приветствие, в котором он приветствовал представителей, предстоятелей, представителей церквей, которые собрались, говорил о том, что, безусловно, мы все единая церковь, что сейчас он убежден, это тоже очень важно, что и те, кто поехал, и те, кто не поехал, они поступили по совести, и это самое главное. И это значит, как раз-таки есть условия того, что вот это взаимодействие будет продолжено. Да, не смогли согласовать, это сложная ситуация, ситуация, которую надо разрешить, но здесь нет драмы, нет тем более какой-то трагедии, нет какой-то изоляции одних от других. Конечно, есть несогласие, но в жизни всегда есть какое-то несогласие. Вот мы с вами сегодня, не знаю, сколько там, 30 минут в эфире, где-то уже в чем-то друг с другом не согласились. А тут очень сложные, непростые вопросы. Поэтому я бы, вот возвращаясь к вашему наивному вопросу, я бы его не ставил так. Почему? Потому что здесь нет проблемы, условно говоря, механизм, мы предлагали реалистический механизм, который позволял даже 3 июня, когда наш сенот, после заявления болгарского сенота, обратился к Константинопольскому патриарху, можно было еще успеть постараться, да, напрячься, но еще провести Всеправославный Собор, потому что оставалось время на рассмотрение вопросов до начала Собора. Вот. А ехать сейчас вот в такой ситуации, ну, мы не нашли для себя возможным, потому что мы понимали, что это не Всеправославный Собор уже, раз не участвуют все, а это самое главное. Поэтому посмотрите, вот мы очень подробно, если вот кому-то из наших слушателей интересно, я бы предложил посмотреть, это есть на, как минимум, на сайте РИА Новости, наш круглый стол, очень большой, который в минувшую пятницу прошел, как раз в день, когда вот стали собираться на Крите церкви, те, кто поехал, а у нас был очень такой насыщенный такая встреча, круглый стол, почему Собор на Крите не стал Всеправославным, где, в частности, заместитель председателя отдела внешних церковных связей, претерей Николай Балашов, подробнейшим образом рассказывал о стадиях подготовки собора, а понятно, что в последние годы он был непосредственным участником, и там какие-то вещи мы повторяли, а какие-то отец Николай впервые очень подробно проговорил. Если вот кому-то действительно интересно, можно потратить полчаса времени или даже 15 минут просто послушать выступление отца Николая, где он очень подробно и досконально рассказывает о всех этих нюансах подготовки, и станет понятно, почему те или иные решения принимались со всей, так сказать, аргументацией, которая здесь есть. Поэтому я бы сказал так, что нет никакой драмы, есть сложная, но рабочая ситуация, так мы ее рассматриваем, мы не видим пока никаких причин говорить о каких-то изоляции, расколе, еще о чем-то слишком серьезном, ситуации, которые происходят, и как-то из нее будем, в общем, неусилим и выходить. Давайте вернемся к разговору о соборе буквально через минуту. Здесь Владимир Легоида, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Светлый вечер на Радио Вера Радио Вера представляет Светлый вечер на Радио Вера Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова и, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Легоида, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ профессором Гимо. Смотрите, Владимир Романович, очень многие говорят и критикуя то, что сейчас происходит на Крите, собор, форум, неважно, как это называется, почему это действительно не стало площадкой для обсуждения дискуссии, тех или иных важных вопросов в жизни церкви. Почему все документы были приняты в Шембези, а собор только должен был их утвердить? Какой смысл тогда собираться? Еще один очень важный вопрос, который, может быть, не всегда удавалось разъяснить, хотя на самом деле разъяснение очень простое. Конечно, речь никогда не шла о том, что на соборе не будет никакой дискуссии. Но, смотрите, какая штука. Собор, регламент предполагает, что собор проходит в недельный срок. Вот теперь представьте, с учетом дня открытия, дня закрытия, шесть проектов, шесть документов. Это, по сути, означает, что в день 14 делегаций, довольно больших все-таки, благодаря нашему предложению, 24 делегата, ну, там, где есть 24, архиерея, там некоторые делегации поменьше, плюс предстоятель обсуждают в день два многостраничных документа. Это очень сложно. Любой человек, который имеет, ну, минимальный опыт обсуждения документов в больших аудиториях, прекрасно понимает, что понятно, что если они, условно говоря, этот текст видят впервые, или там все прочли, это невозможно. Значит, это крайняя, конечно, ситуация, никто не говорил. Как сделать эту ситуацию рабочей? Только одним способом. Должна быть очень высокая степень согласованности проекта до. Это, собственно, то, что и предполагалось. То есть, в январе проекты, над которыми работали раньше, все эти 14 церквей, никто, никого не исключал, но были рабочие ситуации. То есть, не делегации, там, по 24 человека, а группы, которые понимали позицию церкви, там, ее формулировали, возвращались, приезжали, обсуждали, там, да, мы же, вот, скажем, на соборе архиерейском рассматривали эти документы, до этого раз там они так или иначе в церкви обсуждались на разных уровнях. Вот проекты, я имею в виду. Поэтому провести собор в недельный срок по-другому нельзя было. То есть, отвечая на вопрос... Недельный. Да, вот, но так было решено, потому что считалось, что мы можем достичь высокой степени согласованности. Это было, наверное, когда мы говорим, что извлекать уроки, возможно, возможно, это было не совсем реалистичное представляение. Ну, по факту нам не удалось достичь, да, но я просто что хочу сказать, можно ли было вынести все обсуждения на собор? Да, конечно. Но только это означало бы одну простую вещь, что собор без высокой степени согласованности документов мог бы продлиться месяцы, а может быть и годы. А вот почему нет? Поместный... Это уже другой вопрос. Поместный собор Русской Православной Церкви 17-18 годов. Поэтому и другие соборы, которые были, очень долго проходили, но исходили из того, что длительный предсоборный процесс, хотя, конечно, это не 55 лет беспрерывной подготовки, как иногда нам пытались тут кто-то сиронизировать, 55 лет готовились, там вот не смогли. Да не готовились 55 лет. В 2009 году возобновили, до этого 16 лет был перерыв. Ничего не рассматривалось с 93-го года. Соответственно, вот был сделан такой выбор, то есть исходили из того, что работают специальные комиссии, что предсоборная подготовка обеспечит нам высокую степень согласованности документов. Она, собственно, и была к январю достигнута, как считали, но вот публикация документов показала, что вопросы есть. И тогда вот эта особая ситуация, она сложилась, она, если хотите, такая критическая, и вот тогда, еще раз повторю, что я считаю, что русской церкви было сделано совершенно реалистичное предложение. Давайте соберемся во время работы редкомиссии, которая всякая должна была собираться с 8 по 16 июня, давайте мы в это время попробуем вот эти возникшие за время с января претензии рассмотреть и урегулировать. И тогда это позволяло все сделать. Владимир Романович, а можно еще один вопрос, который, может быть, даже уже не столько наивный, сколько претендующий на остроту? Ведь Украина, это один из тех моментов, которые, насколько я понимаю, были очень важными для представителей русской православной церкви. будет ли украинский патриархат или не будет его, на соборе могли коснуться этого вопроса, могли принять какое-то решение. Теперь это могут сделать в отсутствии делегации русской православной церкви. Ну что, вот объясните, пожалуйста, что это такое и какова ситуация с украинским вопросом? Начнем с того, даже в принципе, по факту, можно ли это рассмотреть на соборе только с нарушением, ну, на том собрании, которое происходит на Крите, только с нарушением регламента. Вот, собственно, все комментарии, которые были от лиц, находящихся сейчас на Крите, они говорят о том, что рассматриваться это не будет, потому что, ну, не предполагается. А теперь по сути вопроса. Ну, как остроумно заметил один мой коллега, что, видимо, Рада Верховная Украинская себя считает такой коллективной английской королевой, которая является защитницей веры, главой, так сказать, ангеликанской церкви, и вот считает, что она может принимать какие-то решения или предлагать решения, связанные с жизнью церкви. Особо здесь любопытно, как минимум, то, что из, по-моему, шести депутатов Рады, которые предложили, внесли это предложение, три или четыре являются греко-католиками. Вот, то есть, они к православной церкви вообще не имеют отношения. Далее, конечно, это, как мне представляется, человек, который изучал разные аспекты права в свое время в институте, что, конечно, это некое нарушение принципа конституционного отделения церкви от государства, потому что инициатива, связанная с жизнью, исходящая от политиков, и обращается с нарушением, во-первых, вот этого принципа конституционного, а с другой стороны, с игнорированием, собственно, существующей канонической ситуации, с предложением, с обращением к константинопольскому патриарху сделать то, что он канонически и единовластно сделать не может в любом случае. Мне было очень больно и неприятно слышать слова некоторых людей, то есть, там много чего кто говорил, но некоторые люди, к которым я всегда относился с уважением, с вашего позволения имена не буду называть, просто скажу их позицию, они говорили о том, что, ну, а что здесь такого, все правильно, кто такие, что такое Рада, это народные избранники, то есть, это народ, значит, народ Украины обращается, там, и так далее. Просто очень жаль, что вот люди, которые эти слова произносили, они, видимо, незнакомы были со словами митрополита Ануфрия, блаженнейшего митрополита Ануфрия, главы Украинской православной церкви, который накануне этого рассмотрения в Раде сказал о том, что такие вещи недопустимы, что если бы политики не вмешивались в внутрицерковную жизнь, она, вопросы, которые возникают, были бы уже разрешены, или, по крайней мере, разрешались бы быстрее и легче, и фактически эта исповедническая жизнь, которую вот проводят сегодня, вот этот подвиг исповеднический украинских наших братьев, священников, мирян нашей церкви, и самого представителя митрополита Ануфрия, вот такими заявлениями последующих дней он фактически как-то проигнорированный перечеркнут. Мне было крайне это неприятно по-человечески, потому что я знаю людей, которые произносили эти слова, и хотя мы с ними, может быть, давно расходимся в каких-то оценках реалий, но это люди, которые понимают, что такое церковная жизнь и из чего она состоит. И, конечно, вот этот, ну, такой вот небрежный отмахивание от людей, которые фактически повторяю сейчас исповедничеством, в современной исповеднике в тяжелейших условиях мы знаем, в каких находятся. Это, конечно, крайне неприятно. Ничего хорошего из этой инициативы не будет. Вы знаете, мы с вами давно знакомы, я не сторонник конспирологических теорий, но удивительным образом, как обращение депутатов Рады совпало с проведением форума на Крите и не видеть здесь попытку давления на русскую церковь в целом. Они обратились к форуму на Крите фактически. Нет, это же форма давления, то есть, условно говоря, вот вы не поехали, а мы тут сейчас возьмем и видите, тут это, это, конечно, белыми нитками. Светлый вечер на радио Вера Владимир Легоида, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкови с обществом и СМИ сегодня в программе Светлый вечер на радио Вера. Владимир Романович, ну, все-таки, если попытаться, не знаю, можно в двух словах, наверное, нельзя, но у нас какое-то время еще остается до конца программы, объяснить нашим слушателям, почему невозможно автокефалии украинской церкви. Многие здесь усматривают разные параллели, кто-то с американской православной церкви, это из недавней истории, кто-то с отделением московской церкви от Константинополя, хотя это тоже не совсем верные параллели, потому что мы имели Что вы имеете в виду, невозможно автокефалии, ну, в теории, возможно, так сказать, возможно, и в любой, можно ставить вопрос в любой там поместной церкви. Может быть, я не совсем правильно выразился, почему ее вот нет? Ну, и что, собственно, в чем проблема с американской православной церковью? Потому что Леша таких вещах говорит, как об общеизвестных, но мне кажется, здесь тоже пояснить нужно, в чем там дело. Каноническая церковь ее не просит. Украинская православная церковь, это, может быть, важно пояснить, это самоуправляемая церковь в составе русской с правами широкой автономии. То есть, все основные вопросы внутренней жизни и кепархий, находящихся на каноническом пространстве украинской церкви, она решает самостоятельно. У нее свой сенот, свой предстоятель, блаженнейший митрополит Ануфрий, до этого был блаженнейший митрополит Владимир. И все эти вопросы решаются. То есть, это поместная церковь украинская, ну, просто вот она исторически, да, так сложилась, что мы вместе составляем одну большую русскую православную церковь. И нет никаких, с моей точки зрения, причин, оснований сегодня говорить о том, что вот надо там... То есть, кроме политических. Политических. Раз страна поменялась, значит, вот, в смысле, границы поменялись, давайте мы... А завтра границы опять, допустим, поменяются. Или еще что-то, не знаю, там, сольются, разольются, ну, неважно, да. Ведь вопрос в том, что мы с уважением, вот церковная позиция, мы с уважением относимся к политическим переменам. Мы не подвергаем сомнению суверенитет, там, стран и прочее. Мы с уважением относимся к границам. И с уважением относимся вообще там к тому, что происходит в мире политическом. Мы предлагаем это не смешивать никогда. Потому что церковное пространство, каноническое пространство, оно выстраивается помимо этого. И в единстве, все плюсы и важность единства церкви, исторического, единства народов, там, духовных, оно очевидно. Кроме политических вот этих псевдодивидендов, да, которые собираются получить инициаторы вот этой идеи, нет непонятно вообще никакого, нет никакого смысла в том, чтобы просить автокефалию. Поэтому, собственно, украинская православная церковь, каноническая православная церковь, она и с этим вопросом не выходит. Другое дело, что существуют раскольники на Украине, которые никем не признаны, для которых это форма легализации. Причем легализация такой победоносной, потому что сейчас они же тоже могут, так называемые киевские патриархаты, у нас происходят и происходили возвращение в лоно истинной церкви, да, по определенной процедуре. Начинался даже несколько лет диалог такой мощный, который был прерван в событии мира. Поэтому есть, собственно, и процесс возвращения, и он предполагает определенную процедуру, там, покаяние и так далее. Вот. А здесь предлагается совершенно другой выход. Поэтому это политические мотивы, и поэтому ответ очень простой, потому что этот вопрос ставится не в плоскости, не изнутри церковной жизни, не ради какого-то, ну, развития церковной жизни, а он ставится исключительно по политическим мотивам, фактически в политической плоскости и предполагает вмешательство политики и националистического элемента в жизнь большой, давно единой, да, древней церкви. Ну что ж, спасибо. Давайте тогда заканчивать нашу программу. Напомним, что в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио сегодня, ну, как всегда, по пятницам был Владимир Легоида, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Алла Митрофанова. Алексей Пичугин, я думаю, что через неделю надо будет продолжить этот разговор по итогам уже прошедшего собрания на Крите, или собора, и поговорить о том, какие документы там были приняты и что это значит для нас. Спасибо большое. Спасибо, тогда будем ждать. Всего хорошего. До встречи. Светлый вечер на Радио Вера